Тонирование на влажные волосы повлияет на стойкость окрашивания? Опять-таки, смотря какая у нас база, мы уже поговорили о том, что если мы не будем это делать на влажные, мы волосы не подготовили. Естественно, здесь получается вода размоет и стойкость, да, она будет меньше. Но если мы волосы не подготовим, у нас вообще в принципе может ничего не случиться. И здесь, наверное, важно понимать, естественно, чем у нас краситель, да, он может работать на поверхности, например, физический краситель, да, прямые пигменты работают на поверхности. Кислые, так называемые, да, они работают в верхнекутикулярных слоях. Тонирующие чуть глубже, те, которые у нас перманентные, они еще глубже уже в кортекс уходят, да. То, что у нас суперблонд, оно вообще прорабатывает полностью волос. Естественно, это и стойкость, да, чем более там легкий краситель, то даже не влажные, это другая история. Здесь больше про то, что ты берешь и понимание, где оно должно работать. Вот, если сделать, например, перманент на влажные для чего-то, вообще непонятно, мы и стойкость не получим, еще подубьем волосы лишний раз, как это ни странно. Потому что вода у нас подействовала, щелочь еще начинает действовать, и у нас просто будут отлетать верхние кутикулярные слои. Оказалось, что я сделала получше, а тут, оказывается, наоборот все вышло. Ну, в общем, идите учиться. Продолжение следует...